Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главном. Прошла неделя. Сегодня день всеобщего голосования. И опасаться этого не нужно. Это только придает внутреннее чувство сплощенности и понимания. И она вызывает будут такие подходы к верховной власти страны. Каких изменений ждут те, кто уже проголосовал, знает Алия Харудинова. Три в одном. Нанесли разметки, направление пути выхода, отхода. Особенности голосования в Сарават-Купыре узнал Дмитрий Аринин. С гармошкой по жизни и на участок тоже. Как коллекционер из Черемшан совмещает приятные с необходимым, увидела Хилюзаха Медулина. Голосование и взаимопонимание. Вместе здесь работаем на выборы, также вот вместе очень хорошо сходили. Как свой голос по поправкам отдавал многонациональный народ Дрожжуновского района, увидел Ирамич Айдулин. Итак, завершился основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Избирательные участки закрылись в 20.00. Напомним, в Татарстане их 2809. За ходом голосования в республике следили более 16,5 тысяч наблюдателей. На 20 часов явка по стране, по данным ЦИК России, составила почти 65%. После обработки 20% протоколов за поправки проголосовали более 72% россиян. Как шло голосование? Какие данные экзит-пулу в Татарстане? Сегодня об этом и не только весь день говорили в республиканском пресс-центре общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Он начал свою работу в 8 утра. Сейчас там завершается последняя пресс-конференция на сегодня. Председатель ЦИК Андрей Кондратьев говорит о промежуточных итогах голосования. Здесь работает наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, каковы последние цифры? Добрый вечер, Даяна. Как вы видите, работа информационного центра уже практически завершилась. Хотя еще полчаса назад, ровно в 9 часов вечера, здесь все просто кипело. Потому что выступал председатель Центра избиркома республики Андрей Кондратьев. Он озвучил самые последние, самые свежие и точные данные о явке в республике. Итак, по его данным, в Татарстане пришли на свои избирательные участки и проголосовали за 7 дней больше 2 миллионов 301 тысячи избирателей. В процентном соотношении это больше 78%. Я еще раз напоминаю, что это данные ровно на 18 часов вечера. Ну и как отметил Андрей Кондратьев, такой семидневный марафон завершается на хорошей ноте. И сейчас я предлагаю из его уст услышать самые точные цифры. Я сейчас владею, это официальная информация, которая на системе ГАЗ-выбора. 2 миллиона 301 тысячи 544 избирателей проголосовало на 18 часов. Что составляет 78,11%. Также Андрей Кондратьев, собственно, подтвердил, что все 2809 избирательных участков в Татарстане закрылись ровно в 8 часов вечера. Сейчас там идет подсчет голосов. Эта процедура происходит при наблюдателях. Ну и уже примерно точные цифры мы сможем узнать, скорее всего, завтра утром. Тогда же сможем сравнить активность, ну и, собственно, мнение татарстанцев по сравнению с другими регионами. Ну и, кстати, говоря об общероссийском масштабе, то некоторые данные до этого озвучили политологи Андрей Большаков и Андрей Тузиков. И сейчас я предлагаю послушать их. На момент 8 часов по московскому времени известны официальные цифры по 5% обработанных бюллетеней. Это 69,76% тех, кто проголосовал за, соответственно, Конституцию. И, значит, 29,23% тех людей, которые проголосовали против. Сегодняшнее голосование, на мой взгляд, подтверждает легитимность действующей Конституции, но с поправками. Так? Если больше 70% поддержало поправки, значит, оно, в принципе, поддерживает и Конституцию. Таким выдался единый день голосования. Уже завтра мы встретимся снова здесь с председателем Центра избиркома Республики Андреем Кондратьевым в 11 часов, чтобы узнать более точные цифры. Даяна, у меня на этом все. Передаю вам слова. Спасибо, Салават. Напомню, наши корреспонденты сегодня весь день работали в Республиканском пресс-центре по голосованию. Там работа тоже завершилась в эти минуты. Напомним, что голосование шло неделю с 25 июня по 1 июля. В первые же дни была высокая явка. Так Рустам Мениханов отдал свой голос 25 июня. Президент голосовал на участке в здании КНИТУ КАИ. Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин сделал свой выбор 26 июня в 116 лице Казани. А сегодня бюллетени заполнили Государственный Советник Республики Ментимир Шамиев и руководитель аппарата президента Асгат Сафаров. Среди голосующих были и депутаты, и артисты. Обо всем подробнее Олег Рыдинова. В маске, перчатках и в хорошем настроении на свой избирательный участок пришел Государственный Советник Татарстана Ментимир Шаймиев. Кому? Стоять, да? Да. Голосование по всем правилам безопасности. Ручку члена избирательной комиссии попросили госсоветника республики оставить у себя. Опасаться этого не нужно. Это только придает внутреннее чувство сплощенности и понимания. И она вызывает будут такие подходы к верховной власти стране. На этом же участке номер 1749 сегодня проголосовал и руководитель аппарата президента Асгат Сафаров. Среди тех, кто сделал свой выбор в единый день голосования и сенатор Олег Морозов. Представитель республики в Совете Федерации был активным участником развернувшихся дебатов по внесению поправок в Конституцию. Сегодня в Москве сенатор прокомментировал свой выбор нашему корреспонденту. Ощущение участия в очень крупном, большом, важном событии. И не прийти было просто нельзя. Нужно было обязательно прийти и проголосовать. Тоже быстро и без колебаний проголосовал депутат Государственной Думы Ильдар Гельмуддинов. В Альметьевске опустил заполненный бюллетень в урну гендиректор Татнефти Наиль Маганов. Мы граждане Российской Федерации. Мы имеем отношение к нашей жизни, нашей стране. Все в наших руках. Какой раз? Три часа, один. Супер. Заполнил бюллетень и выразил свое мнение на избирательном участке. И Салават Фудхуддинов. Народный артист республики пришел проголосовать вместе с супругой. Мы должны ходить на выборы. Как выбирать, это его личное дело. Мы выбирать должны. Громко и звонко приветствуют членов комиссии. На участок пришла и Венера Ганеева. Народный артист России Татарстана прекрасно помнит, как голосовал еще за Конституцию в 93-м году. Относительно специалистов, чтобы они работали для своей родины, чтобы не уезжали за границу. Мне это очень понравилось. Сегодня общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. Как вы видите, все проходит в штатном режиме. Никаких очередей. Всем, кто пришел на избирательный участок, обязательно измеряют температуру, предоставляют маски, перчатки и антисептики. Со своими перчатками и маской из Москвы в Казань прилетел проголосовать победитель конкурса лидера России Ильнар Гирфанов. А в здании КАИ свой голос отдал главный тренер волейбольного клуба «Зенит» Владимир Олеговна. Дважды папа и уже дважды дедушка голосуют за стабильное будущее. Их будущее совершенно не безразлично. В какой они стране будут жить и как они будут жить. Увидев Александра Сладковского, члены избиркома теряются. Сам же мэтр называет себя местным. В селе Ильинка Зеленодольского района он живет уже три года. Говорит, предварительно изучил все вносимые поправки. У меня нет других слов, другого выбора. И я всячески поддерживаю то, за что мы сегодня голосуем. В общероссийский день голосования на свой избирательный участок пришел и Андрей Кондратьев. Председатель ЦИК работу здесь начал с проверки мер безопасности. Огромное количество сотрудников МВД, силовых ведомств обеспечивают правопорядок, безопасность здесь избирателей. И безусловно, Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения. Все сейчас в предельном напряжении. Вот таким разным и плодотворным получился этот день. Олег Ирудинова, Дина Газалеева, Александр Ярошов, Вадим Иларионов, ТНВ. Необычно проходило голосование в Салават-Купере. Этот микрорайон Казани сейчас бурно разрастается. Многие жители приходили с целыми семьями, с детьми. И на своем участке были впервые. Сами участки расположились в лице и с новой планировкой. Как шло голосование, когда многое в новинку увидел Дмитрий Аринин. Выходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Практически ни минуты покоя у волонтера, измеряющего температуру на входе. Сейчас в Салават-Купере живут более 20 тысяч человек. Три избирательных участка расположились в одном лицее. Вход один и сразу перекресток, как в сказке. Прямо пойдешь один участок, налево пойдешь второй, а направо третий. Некоторые избиратели, как видите, стояли на распутье. Многие недавно переехали и куда идти еще не сориентировались. Ренат Нигматуллин сегодня проголосовал и провел экскурсию для дочки. Показать. В общем, она в первый класс пойдет в эту школу. Кристина Соломина тоже с ребенком. Малыш впервые увидел голосование и наш микрофон. Ему есть что сказать, видимо, да. Ребенок первый раз. Вообще все хорошо. К маску мы уже привыкли. Благодаря планировке лицея все участки расположились в больших холлах-рекреациях, где социальную дистанцию соблюдать легко. Нанесли разметки, направление пути выхода, отхода. У нас сквозные выходы есть. Всем избирателям выдают маски и перчатки, разнообразные защита и у членов УИК. Кто-то использует обычные медицинские маски, кто-то респираторы использует. А у нас не есть? Ну, там же ключевой момент, чтобы, там, условно, наше дыхание, наша слюна вокруг не распространялось и все. Сделали дело и гуляли смело. Многие после похода на голосование перемещались на детские спортивные площадки, которых в Славатку ПРС каждым годом становится все больше. Дмитрий Айрегин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Свой выбор сегодня сделали и те, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Многие медики сегодня голосовали по месту жительства, либо там, где им удобнее, получив открепительное удостоверение. В целом на РКБ два избирательных участка. В общежитии смогли проголосовать врачи и те, кто прикреплен к этому участку. Для пациентов же голосование прошло в закрытой зоне самой больницы. Кроме того, для тяжелобольных пациентов работала мобильная группа членов комиссии. Голосовали здесь и пациенты с коронавирусом. Для них создали красную зону. Пакеты с бюллетенем и передавали с соблюдением всех санитарных мер. Для меня это удобно. Я, в принципе, готов был голосовать уже с первого дня. И поправки, которые уносятся у нас в Конституции, меня это очень устраивает. Голосование по поправкам в Конституцию сегодня шло и в следственных изоляторах республики. Это пять избирательных участков. В Бугульме, Менделинске, Чистополе и два в Казани. Своё избирательное право смогли реализовать те, для кого приговор ещё не вступил в силу. На закрытом избирательном участке в СИЗО номер один в Казани была стопроцентная явка. Избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Также смогли проголосовать по месту своего жительства на избирательных участках. Всем подозреваемым, что на учреждении было предоставлено право поголосовать, которым они воспользовались. Для этого им в преддверии была предоставлена информация по поправкам. Соответственно, были розданы буклеты и, соответственно, по телевидению, то есть, с которым они были ознакомлены уже с всеми поправками. Активно голосовали сегодня как в крупных городах, так и в глубинках. Как проходил главный день голосования в городах и районах Татарстана в обзоре Светланы Звонарёвой. В Казани с раннего утра большой поток желающих проголосовать потянулся к 177-му лицею в Новосавиновском районе. Здесь расположили сразу пять участков. Это более двух с половиной тысяч человек. Верю в себе, нашему государству. Верю. Надежда есть большая, что будет у нас всё хорошее. Я чувствую, что я тоже ответственна за выбор. Я сделала этот выбор. Я горда. Жители Нурладского района шесть дней голосовали как на избирательных участках, так и в мобильных автобусах и шатрах. Сегодня приходили в стационарные участки. Кроме того, члены комиссии выезжали на дом. Прошли где-то мои 75 человек, наверное. Понимают все. Никто никак не возражает, потому что знают, что ситуация у нас в стране такая. Голосование в селе Чувашский Кишаки Буинского района больше напоминает праздник, нежели официальное мероприятие. Выразить свою волю местные жители пришли в национальных костюмах. Хочу, чтобы жизнь в селе улучшалась, развивалась инфраструктура в селе, строились дороги, здравоохранение, чтобы люди работали, хотели приезжать в деревья. В Заинском районе с 25 июня работали 64 избирательных участка. 44 из них находятся в сельских поселениях. По традиции в селах наибольшая явка в первой половине дня. Я знакомлюсь с консультурными поправками и считаю, что она им нужна. В Мадырском районе уже за 6 дней проголосовало 80% населения. В районе проживает 32 тысячи избирателей. Сегодня нашлись и те, кто воспользовался этим правом впервые. Я тоже хочу внести свою лепту в историю нашей страны, так сказать. И я беспокоюсь за свое будущее, за безопасность своего будущего. Потому что Конституция это в первую очередь безопасность гражданина России. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Напомним, голосование по Конституции было 27 лет назад, в 1993 году. И мы нашли обладателя бюллетеней того года. Впрочем, в коллекции нашего героя 80 бланков с выборов различного уровня. Абдулла Дубин обладатель самой большой и необычной коллекции. Фила Картиз собирает их уже 36 лет. Подробности у Натальи Мезины. С тех пор я их начал собирать. Это и с Елицарем еще связанные. Кто-то собирает марки и монетки, а вот Абдулла Дубин коллекционирует избирательные бюллетени. Необычное хобби появилось в 1984 году. Тогда на голосование Верховного Совета СССР свой выбор сделать не смог. Опустил бюллетень в карман и вышел с избирательного участка. Первый раз, конечно, как всегда, как бы волнительно было. Ну, потом как-то и вошел во вкус, и стал рад. Потом я даже иногда уезжал во время выборов. Мне мои коллеги помогали. Потом он решил коллекционировать бюллетени. Периодически их покупает со всей России. В 90-е всего за 100 рублей. Цветные, черно-белые, на плотной бумаге, со спецзнаками. Сейчас в уникальном собрании более 80 ценных бланков. А это тот самый раритетный документ по голосованию за принятие Конституции Российской Федерации. Тогда, 12 декабря 1993 года, в голосовании приняли участие более 58 миллионов граждан. В Татарстане число бюллетеней в ящиках достигло более 366 тысяч. Если сравнить с нынешним бюллетенем, бланк тогда был маленького формата. Всего опять. Простая плотная бумага, как и сейчас. В ней всего один вопрос. Принимаете Конституцию или нет? И также два варианта ответа. Новый экземпляр с голосования этого года уже пополнил коллекцию. Абдулладубин говорит, что когда-нибудь обязательно передаст ценное собрание в музей. Наталья Мезина, Данил Филатов, ТНВ, Казань. С песней по жизни и даже на участок в селе Черемшан живет коллекционер гармонии Марат Исхаков. Чайка, Кубань, Тальянки. Больше 30 инструментов коллекции. Он их не только собирает, но и дарит им вторую жизнь. Сегодня на избирательный участок он тоже отправился с любовью всей своей жизни. Примерно в четвертых годах, наверное, я еще в школе учился. Это первая гармонь Марата Исхакова подарил отец, когда сыну исполнилось 10 лет. Кубань 1984 года. Самый ценный инструмент в коллекции. И таких у него несколько десятков. С детства играю, поэтому не упускаю случаев, чтобы она где-то там валялась, там как-то безалаверно где-то впылился. В коллекции больше всего легендарных чаек и кубаней. Когда мы друзьями собираемся, мы можем даже игром играть, например, и у них тональности подходят друг к другу. Отец Марата Исхакова известный в селе Баянист. Вся родня играет на гармонии. Оттуда и любовь. Но больше всего Марат Исхаков любит ремонтировать гармошки. Потом дарит друзьям. Мне очень интересно первоначально узнать, какой звук получится. Именно вот это, наверное, у меня, как мания. Как сыграет вот эта гармошка. А звучат они, как новые. Любовь к старым вещам переросла в большое увлечение. Теперь собирает и старые сундуки. Года три занимаюсь уже пасекой. Сохранять суши надо от восковой моли. И поэтому я их сейчас закупаю по 500, по 1000 рублей. При всех своих увлечениях он успевает ходить на работу. Много лет трудится в МЧС. Помогает людям в трудную минуту. И каждый раз после сложного дня берет в руки баян. С гармошкой он идет по жизни и даже на избирательный участок. Когда зашел в ДК, подпевая народные песни, никто не удивился. Я пришел сегодня дать свой голос, чтобы нашу историю правильно написали, чтобы это правильно нашим юным поколениям довели. Мы за это, я думаю, что в ответе. Пирюзаха Медулина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Черемшанский район. Здесь шли на голосование, как на праздник. Сегодня наша съемочная группа целый день работала в поселке Бюрюли, Высокогорского района. И увидела, как провели 1 июля местные жители. Вместе с ними наши корреспонденты Сергей Хайдаров и Айгульба Трудинова успели и на голосование сходить, и в парке на самокате прокатиться, и даже помогли семье Галеевых, которая живет вместе уже 60 лет по хозяйству. Давайте посмотрим, как это было. Прямо сейчас я нахожусь возле избирательного участка номер 1299, что находится в селе Бюрюли. Всего в этом селе проживает 98 человек. Проголосовало большинство из всех жителей. Почему они так ответственно подходят к дню голосования? Мы спросили у них. Давайте послушаем. Я считаю важным проголосовать, чтобы нам всегда вовремя индексировали пенсию. Потому что поправки в эту конституцию обеспечивают будущее нашей страны России. Как вы видите, прямо сейчас у нас еще более приятная часть нашего путешествия по Бюрюлям, потому что нас к себе в гости пригласила семья Галеевых, которую буквально 10 минут назад вот сюда приезжали наблюдатели. Мы за всем этим наблюдали. Как семья Галеевых проголосовала, она сделала свой выбор. Исен Миссис. Здравствуйте. Исен Миссис. Здравствуйте. Исен Миссис. Да, ну что ж, хочется сказать, что семья Галеевых, она считается здесь в Бюрюлях легендарной. Потому что вместе супруги живут, если я не ошибаюсь, 60 лет. Правильно? 60 лет. Точно. Но вы настоящие герои, я думаю, не только для молодежи Бюрюлей, которые только начинают жить вместе, но и для всего Татарстана. Алхамдельна, шекер. И специально по этому случаю вместе с нами здесь же находится глава сельского поселения, который прямо сейчас по этому случаю хочет вручить семье грамоты. За любовь и верность, я имею в виду грамоты. Поздравляю вас. Поздравляю. Это 60 лет только сказать легко, милый. А если прожить, это 60 лет, да? Мы же дети войны. Мы только кушали крапиву, лебеда, только на травах жили. Мы по-прежнему находимся в Бюрюлях. И здесь, в этой замечательной деревне, мы уже стали совсем свои, совсем деревенские. Как видите, вон Айголь, она вовсю кормит курочек, занимается хозяйством. И вообще надо сказать, что здесь, в селе, очень много работы. И я тоже отставать от Айголь не собираюсь, потому что для меня тоже работенка нашлась. Нашел ее Фарит Абэй. Молодец, молодец. Вот, молодец. Слушайте, Фарит Абэй. Вот, опасная работа и тяжелая. Вот вам 82 года, как вы справляетесь с этим? У нас, Кирак Булгар, Жараба, Женда. Исправляемся, раз, надо ведь, колоть надо. Такое, бани топить надо, печка топить надо, прачка топить надо. Вот, исправляемся, слава Богу. Мастер-класс покажите, Фарит Абэй, мастер-класс. Слава Богу, исправляемся. Ух ты! Ну, как вы понимаете, у Фарит Абэй мне еще учиться и учиться. А моя коллега Айгуль Батрудинова, как пчелка, трудится и уже поливает здесь вовсю цветы. Я еще клубнику собрала. Она еще, слышите, и клубнику собрала. Давай, показывай. Ух ты! Красота какая. Айгуль, вот скажи честно, как тебе жизнь на селе? Айгуль говорит, что даже в город возвращаться не хочется. Жалко даже, что на работу нужно. И то вернуться можно только, чтобы порадовать вот такими вот гостинцами наших коллег. Сергей Хайдаров, Айгуль Батрудинова и Адель Миндубаев. ТНВ, Высокогорский район. А их голоса на разных языках. Свой выбор сегодня сделали и в знаменитых в республике селах Алешкин и Татарский Соплык. Эти села Дрожановского района известны тем, что здесь люди разных национальностей живут одной большой семьей. В утверждение тому их мост дружбы, который четыре года назад соединил деревни. Вот и на голосование сегодня они шли по мосту дружбы. И это очень символично. В руках гармонь, в глазах огонь. Так, ранним утром Николай Кудряшов идет на голосование. Оно для него всегда праздник. Идет гармонист по тому самому мосту дружбы, который четыре года назад соединил их села. Татарский и Алешкин Соплык. Теперь до соседей рукой подать. Соседи сегодня тоже идут на избирательный участок. Те, кто не успел отдать голос за неделю голосования. Как раньше, деревнями не идут на голосование. Мы растянули это на семь дней. Почти больше 90% уже проголосовали. Ну, надеемся на 100%. Проголосовали в первый же день. Тут хорошо взялось. Те же, кто уже сходил на воле изъявления, сегодня на общем субботнике. Косят, метут, убирают, как и каждые выходные. За свое село держимся, как одна семья. И татары, и чуваши, и русские. По сути, единственное, что разделяет эти два села, это вот этот вот водоем. В остальном у них все общее. Общая культура, общие традиции, общие семьи и даже песни. Чувашская песня плавно перетекает в татарскую, татарская в русскую. Или на одном языке просят помочь, а на другом отвечают. Здесь так привыкли всю жизнь вместе. Здесь у нас могут быть и русские, и чуваши, и татары. Мы можем и по-татарски разговаривать, и по-чувашски разговаривать, и по-русски разговаривать. Вместе здесь работаем на выборы. Также вот вместе очень хорошо сходили. Свои голоса, наконец, задают и соседи Николай Кудряшов и Равия Валеева. Гармонь пока в сторону. Процедура серьезная. Я очень рада, что в Конституции есть поправки насчет детей. Так как я работаю воспитательницей, я очень рада этому. Все приглашают с хорошим настроением. И я тоже поднялся, на хорошее настроение вышел. Дело сделано, и пора по домам. В Татарске и Алешкин Соплык соседи возвращаются тоже по своему мосту. Когда-то он скрепил их села, сегодня помог сделать выбор в пользу будущего. Ромей Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Дружановский район. Такими были события этого исторического насыщенного дня. На этом у нас все. До встречи на нашем канале. Добро пожаловать на День поля в Республике Катарстан. Со 2 по 4 июля. Уникальная для России агротехнологическая выставка полевого формата. Лаишевский район, село Большие Кабаны. Подробная информация на сайте деньполярт.рф Здравствуйте! О погоде поговорим через несколько секунд в студии Софии Егорова. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295-77-77. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295-47 и на сайте Акбардефисдом.ру. По данным сервиса Яндекс.Погода в Бугульме, Бавлахе и Азнакаево будет малооблачно, но низко включены дожди. И плюс 20 градусов днем. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге пройдут дожди, но температура повысится до плюс 22. В Агризе, Менделеевске, Актаныши такая же ситуация. Небольшие дожди и очень тепло. Плюс 20-21 градус. В Барске, Куб Марии Балтаси, вернулось жаркое лето. Плюс 23. Однако с утра и до самого вечера будут идти дожди. В Болгарии, Дрожженому-Буинске, похожая ситуация. Дождливо, но несмотря на это температура станет еще выше. Днем до плюс 26. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыши, облачно, с прояснениями. Ожидается небольшие осадки. И плюс 22-24 градуса. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» большой выбор медицинских услуг. Врачи, специалисты, УЗИ, анализы. До конца июля акция. Ночью скидка на МРТ 20%. Адрес Чистопольская 5А. Запись по телефону 205-59-17. В лечебно-диагностическом центре «Эксперт Плюс» акция. На МРТ ночью скидка 20% до конца июля. Запись по телефону в Казани 205-59-17. Лучший протез тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операций. С помощью передовых технологий. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь. Вернуть сустав к жизни можно. В любом возрасте. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров Доктор Рост. Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов. Без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани небо затянет дождевыми облаками. Ожидается осадки. Ночью около 16 тепла. А днем потеплеет до плюс 26. Ветер юго-западный. Умеренно и до сильного. Атмосферное давление 753 миллиметра штутного столба. Влажность воздуха 64%. Магнитное поле Земли спокойное. Большой выбор садовых цветов в ДК химиков. 1 и 2 июля 2020 года. С 10 до 18 часов. Редактор субтитров А.Семкин